видео называется жмель смотрит как док смотрит на тряску шевцова должен помогать еще дополнительно потребителя нас уже заражен начал и плечи я не хочу разочаровался ли ты в демократии там будет предыдущий вопрос немножко мотнем лучшим с демократию или какой политический режим в данный я заново зачитаю давайте прямо сейчас это и сделаем вопрос такой разочаровался ли ты в демократии какие изменения ты бы внес в демократию или какой политический режим в данный момент считаешь лучшим для экономического роста и удобной жизни тут просто как бы все перемешано с безусловным мужским разговором о том сколько девочек было у шевцова какая у него сексуальная жизнь кто ему давал кто не давал девственник он или нет ебался он с мальчиками или нет осуждаем пропаганду лгбт вот потому что признанная экстремистской организации территории российской федерации так что так а когда мы заканчиваем в 1 0 4 2 экономического роста и удобной жизни я считаю что демократии в нынешнем виде где любой дебил достигший двухзначного возраста может пойти голосовать но это не двухзначного как бы буфит какой в россии 18 лет нужно как бы некоторых странах меньше некоторых больше помню это идиотизм привет так это и есть демократия ну да но демократии они разные бывают то есть там есть разные типы демократии в некоторых странах есть образовательные цензы некоторых странах есть цензы оседлости то есть должен определенное время пребывать резидентом либо страны либо определенной области этой страны если вы хочешь голосовать на выборах федеральных и либо это муниципальных соответственно так что нет не везде так это неправда но это то что он говорил про избирательный ценз как дебилы могут голосовать это он тогда про победу эрдогана на выборах говорил а какую ты хочешь демократию в которой но когда человек говорит об избирательном цензе это прежде всего показатель того что он считает что он умнее чем другие а это видимо со стороны жмелевского большое преступление когда ты считаешь что есть люди тупее тебя то есть если вдруг вы зрители посчитаете что вы в какой-то мере умнее какого нибудь пропитого алкаша который целый день бухает и и не прижиме несколько не просто я имею ввиду буквально алкаш который там бухает весь краснючий ходит шатается там похмеляется каждое утро и так далее вот какой-нибудь скуф который живет на хер пойми какие деньги какие сбережения все время собирается в этом во дворе с другими такими же алкашами они что-то там соображают вот если вы не дай бог сука не дай бог вы посчитаете что вы умнее вот такого рода людей то это моральное скорее преступление по мнению жмелевского это 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 нельзя фухара нельзя так думать он умнее чем другие и он может решать крайне редкие случаи если человек скажет эти все люди равны у всех людей одинаковый уровень компетенции интеллекта все люди между собой равны нету людей умнее глупее все нобелевские лауреаты все профессора все ученые абсолютно все абсолютно да я тупой мне вот нельзя давать право избирать кого-то участвовать в голосовании я вот тупой таким же тупым как я надо это запретить сделать я не знаю наверное есть такие случаи но они просто мега ну как бы это не должно влиять на аргументацию вы когда разбираете чьи-то тейки вы должны обращать внимание на аргументы а не то кем является человек который является источником этих тейков все очень просто ультра ред не надо отравлять источник если человек вам что-то говорит про избирательный ценз знаете он считает себя умнее причем намного чем вот какая-то ебаная чели чели такой кошмар какой ужас то все это надо это это стать должна быть такая статья в уголовном кодексе совсем охуели чем какие-то работяги которые ну да могут сказать какую-нибудь такую порой кринже базу и ничего они не понимают в политике ну или ты так просто считаешь а на деле а как сильно ты разбираешься и кто будет судьей решает что вот этот уровень познаний достаточно этот нет а это все равно будет решать интересно кто решает достаточный уровень познания у людей которые права получают водительские которые получают права на ношение огнестрельного оружия для самообороны кто кто решает кто может являться медиком а кто не может почему у медиков есть аккредитация которая с определенной периодичностью повторяется чтобы проверить не потерял ли медик эти знания способен ли эти знания опять как бы продемонстрировать кто кто бля решит кто решает как бы проводить какие-то реформы или нет кто кто решает начинать какие-то военные конфликты или нет чё за херня жмелевский по ходу какой-то анархо коммунист и что то в этом роде все люди равны никто не смеет как бы принимать решения за других вырисовывается плюс-минус такой такая картина не ну конечно центриста это это безусловно центр политических ряд между анархизмом коммунизмом государства которые но при определенной системе будет подстраиваться под общество которое будет определять как бы как бы смогли проголосовать те люди которые нам выгодны и нашей власти не будет все но для этого можно сделать плюс-минус беспрестантность тест я даже больше скажу что этот если сделать какой-то образовательный сенс для участия в выборах можно даже вообще не брать во внимание область знаний отвечающую за политологию и вообще за какой-то политическую устройство страны можно как бы просто прогнать тест по какой-нибудь логике математической алгебре высказывать чуть такое наверное многие согласятся ну кроме коммунистов анархистов и так далее людей всяких леваков про то что если человек не разбирается в логике наверное у него какие-то проблемы с мышлением оно какое-то не такое и наверное мы не хотим чтобы такие вот такого рода люди принимали решения кто будет управлять страной в будущем вот не обязательно делать какой-то сложный политический сложный тест политическим уклоном не обязательно даже какой-то маленький интеллектуальный барьер он уже отсечет огромное количество быдло которого не ставит ценность избирательного права выше каких-то вещей типа бля я время проебу я не смогу побухать время проебу не смогу посмотреть сериал какой-то фильм с мужиками там посидеть или чем такое но если для этих людей время на какие-то другие вещи важнее чем время потраченное на изучение теории и потом сдачу этого теста на получение избирательного права то они сделали выбор и я считаю что будет справедливым не давать этим людям этого избирательного права все них как бы есть своя система ценности в которой избирательное право им нахуй не нужно как интернет некоторым пожилым дамам и общего избирательного права ну так это уже не демократия нет демократия может быть с цензом с разными вот возрастной тенции есть и никто не говорит что это не демократия это тоже глупо глупое утверждение стороны этого ток тебе 18 лет ну ты дегенерат можете голосовать замечать пишет вначале к геру он рассказывал что у него когда-то было но он ее бросил что-то блять звучит а еще более прохладно типа ах уж это док нашу ношу на его брошены а у него больше десяти лет не было девушки ловил асдок которые при ударяет за бывшими женщинами своих медийных оппонентов как дрюзай или поднебесный это да наверно пытается как бы уловить привкус члена углажая их брошенных девушек или девушки которые бросили своих этих ухажеров а та которая была он ее давно бросил и никто не знает кто это и она нигде не всплывала да ну просто нынешняя демократия этого не важно что ты делаешь важно что ты говоришь больше всего какая еще была демократия которая исключала войну популизма но популизм он не обязательно кстати идет бок о бок с демократии популизм он и в тирании ну в авторитарно точнее режима вот популизм это когда ты декларируешь то что угодно большинству все не только при демократии эти на выборы в соединенных штатах байден и трамп еженедельно меняют свои политические взгляды лишь бы но это глупость не знаю пусть пример приведет еженедельно меняет политические взгляды не знаю это прям гиперболизации захватить еще как можно больше голосов то интересно же будет спорить с доком потому что док скорее всего нихуя не за демократию топить будет я не знаю будет ли он топить не за демократию как я знаю док он же какой-то этот пропутинский и путин как бы демократию декларирует стране демократию нас демократические выборы проводит власть народа все дела все по чесноку я не знаю какой там уровень охранения трамп знают трудно правда понять учитывая что он сам говорил что как-то взгляды у него менялись где-то в чем-то разочаровывался ну так и с людьми и с политиками такое бывает но не каждую неделю это же глупость даже если это просто популизм как еще по-другому и у людей как бы не меняется так быстро как бы настроение в толпе что популизм тоже способствовал такому бы быстрому смену взглядов но и программе вещей которые ты декларируешься в будущей политике которые будут не присутствует тогда как раз таки власть должна быть не сменяемой и как бы какие взгляды у них есть могут оставаться такими же либо меняться не не понял что-то я упустил наверное но опять-таки при авторитарных режимах популизм тоже никуда не исчезает под обстоятельствами чтобы сказать но это не популизм хотя все равно будет угроза того что постоянная власть станет непостоянно из-за того что ее свергнут но года поэтому популизм тоже присутствует надо ориентироваться под интересы и чаяния общества даже если им самим это не очень интересно и традиционалисты то трамп значит за геев до байден за тоталь ну но в той мере в которую он традиционалист в той мере он за геев что подожди чего традиционализма в этом в американском обществе скорее христианство и расизм и христианство и расизм женщина на кухне все все дела вот это наверное имеется ввиду под традиционализмом в америке и христиане не очень геев котирует если что не знаю сложно здесь нужно понимать такую вещь что в современных условиях недостаточно чтобы быть прогрессивным просто быть не против геев но это не значит он традиционалист миграцию значит то он хочет дать 10 миллионам нелегалов паспорта это мы сегодня полный бред это чёс это просто игра на публику если же публика будет проходить какой-нибудь образовательный цен спрой дружище это не будет всеобщим избирательным правом будет то его нас заслужить это строго говоря просто уже не будет демократией будет демократии просит просто будет сенс и он даже не дискриминационный дискриминационный ценз это по гендеру сейчас по гендеру но раньше по полу вот и по расе то есть то что ты не можешь поменять вот это дискриминационный ценз а образование ну ты блять его можешь получить это не дискриминация если ты утверждаешь что люди как бы нет это может быть дискриминационным цензом только если ты утверждаешь что уровень интеллекта он генетически обусловлен тогда ты расист я тебя осуждая пошел нахуй исключен нацист все нацист все фу ну идет минимальный экзамен на 10 вопросов где будет вопрос избирательное право избирательной ценз это не не может вообще никак под демократию подойти в принципе то даже ограничение по возрасту что 17-летний не может голосовать а 18-летний допустим уже может это тоже ограничение демократии но спрашивается какая-то грань должна быть ноль летний однолетний не может сам сделать свой выбор значит ну вот до какого-то возраста должно быть а если ты еще говоришь ой но этот слишком тупой ему нельзя голосовать но ну ты еще дальше отходишь от условно-демократических принципов ну и нахуй демократии если что просто я не понимаю а в чем проблема зачем защищать демократию чтобы не такого ну и на такую демократию где каждый как бы абсус может голосовать независимо от того насколько он квалифицирован независимо от того понимает ли он вообще какую насколько он осознанный выбор делает ну и не надо не нужна такая демократия если уж и демократию нужно цен заводить какой-то маленький имущественный ценз чтобы уже была проблема учил кого-нибудь алкаша сходить на участок или купить там я это не знаю там пять бутылок пива вопрос уже дилемма для него вот а люди у которых не хватает денег вот просто так потратить на свое на свой голос чтобы отдать голос в пользу каком этом кандидатом ну и нужно в первую очередь задуматься как деньги сколотить как как себя прокормить свою семью все он не должен быть высоким этот имущественный сенс но он тоже не помешает раз вот и опять таки даже если мы отсеем от прям тупых тупых людей но люди с сомнительным образованием и сомнительным уровнем интеллекта все равно смогут голосовать это уже будет маленькая победа мы хотя бы какую-то часть идиотов исключили из голосования это уже хорошо это уже направо это уже правильный правильное направление нужно дальше насколько дальше это вопрос тоже дискуссионный мы выберем придем со временем какому-то порогу дальше как бы ну пусть все голосуют до этого ниже этого порога нет уж извинить чем проблема не мы должны топтаться на месте ни хера не делать пусть все голосуют поэтому кстати возвращаясь недавнему спору с одним из гостей я и не считаю что что что-то где-то можно назвать демократии просто быть довольно ну да это в принципе демократия а вот это вот нет где-то больше демократических условных институтов и принципов а где-то меньше ну когда несколько там зерену становится кучкой такой же вопрос про демократию можно сделать когда вот количество этих принципов демократически которые соблюдаются приводит нас к демократии когда их недостаточно и не все демократические такие принципы они хорошие кто такой президент какие его фунтам уж демократия в принципе не очень хорошая система управления просто как бы в россии россии по-другому сейчас нельзя мне кажется это прямая демократия привела хорошему хорошему привела идем дальше функции что такое нижняя верхняя палата парламента и вот если после этого они смогут голосовать тогда демократия начнет излечиваться а сейчас нет ничего собственно не изменится ты можешь к чему изменится часть людей отсечется подучить какие-то вопросы чистого но человек который не способен подучить вот эти некоторые вопросы которому в принципе лень что-то учить а потом еще какой-то тест давать и факт что он его сдастся ему прям лень было прям для него такой тяжелый шаг что-то выучить возможно херово это выучит и не сдаст этот тест еще сколько времени потратит зачем просто не будет голосовать и хорошо потому что для него отдать свой голос это не что-то важное значит все все очень просто это иерархия ценности у него такая что ему не интересно на самом деле голосовать вот если появляются какие-то барьеры маленькие барьеры справедливые барьеры когда который может пройти ну почти любой нормальный человек но решил их не проходить и идет нахуй со своим голосом и туда ему дорога такие технические как это работает есть верхние с нижняя палата парламента да это много да много хоть что-то это лучше чем ничего это лучше чем все отсутствие какого-то образовательного цензы как сейчас в россии даст понимание политики в ряде моментов работяга даже не знающий что такое верх и нижняя палата парламента может верные вещи для общества сказануть вот какие-нибудь такие ну а человек который не шарит как разминировать бомбы не знаю какой не обучен сапер скому делу может правильно выбрать этот проводок для перерезания ну все пиздец давайте каким-то рандомом возможность разминировать бомбу почему нет чё за хуйня саперов ждать может же выбрать может ну и класс а дальше можно пойти может быть и хирургов таким же макаром выбирать но может же нормально может чувак зашить какую-то да может вполне есть носки зашивая зашивает думаю себе ну может быть и человека зашить а че нет подтверждение этому никаких нет у нас ну как бы данных которые это подтверждает у нас нет ну и ладно а че не придерживаясь принципов зонтичной политики и да с ними могут согласиться а тот кто знает принципы разделение властей он конечно пиздец умный но он и популист будь здоров чего нахуй как человек может быть популистом когда он типа часть толпы они политик что это не понял ладно не понял то что он может некую некие как бы знания выучить и про том продемонстрировать тот факт что на эти знания выучил делают его уже не полным бревном в этом смысл образовательного цензы причем тут вообще популизм я не понял то что он типа может проголосовать за популиста ну да и что ну хотя бы не дебил ссылка от выучить правильные ответы на эти вопросы и все типа ну да в этом и состоит образование док открою тебе секрет на всем этапе обучения как бы в школе в универе люди тесты как бы проверочные решают и на основании результатов этих теста и мы ставят оценки там зачет чел просто ну чел можно же просто выучить на хуя туда учить на хуй знание с их можно просто выучить а я тоже согласен ты выбираешь дебила который за тебя типа принимает законы при этом у тебя нет инструмента снятия мандата с этого деда жить он типа за зеленского голосовал что ли он говорит чего как непонятно только я сомневаюсь что этот шеф-то голосовал вообще леешь кто дебила кто нет потому что интеллектуальной интуиции социальные интеллектуальные интуиции а как как люди определяют адекватных людей от неадекват как как это они так разделяют чуть-чуть ухерняла ты кто такой как ты определяешь красивых девушек и как ты определяешь некрасивых ты чё хуешь если речь идет о политиках которые под общество подстраиваются даже под умных условно умных в этом обществе так они говорят в демократической системе под не подстраиваться под толпу это скорее да не умный шаг поэтому люди которые так делают вполне все делают правильные они как политики для них как бы самое главное классе прийти все все равно то что они хотят от них услышать то что хотят услышать бизнес элиты то что хотят услышать другие политики если они это не исполняют но это и есть популизм он никуда не ну да так что софа говорит что как бы должен быть инструмент который с помощью которого за невыполненное обещание можно будет политика лишить его этого места государственной думе там или не знает или президентского этого кресла и так далее он только что об этом сказал шутцов ведь если бы не было наверное вот этого нагромождения реакции донатов мем-алертов тогда возможно меньше было проблем с интерпретацией с интерпретациями слов шутцова и денется от этого принципа демократии ну не на йоту не сдвинуться скорее уж какой-то донатит заказал реакцию именно дока на видео шутцова вопрос нахуя тут бог скорее всего это какой-то этот хайл это не хайлайтер зритель дока и либо он сам этот заказ оформил сторону сторону большего ограничения разных людей потому что у них не несоответствующее образование или несоответствующий доход там какой кошмар блять вот как вы посмели допустить этого человека не допустить этого человека на хирургический стол ну и что что у него нет медицинского образования диплома хирурга кого-нибудь чё охуеть как вы посмели серьезно этим это этим аргументом критикующим демократию больше двух с половиной тысяч лет еще в диалогах платона со слов сократа были эти аргументы серьезно особенно про врача про кормчиво пиздец ты когда блять коня будешь выбирать на рынке ты ты у кого попросишь помощи у рандомного человека из толпы и либо у конюха а корабль когда ты будешь выбирать для плавание долгосрочно опять-таки ты у рандомного человека с улицы попросишь совет или пойдешь кормчим ну да тяжело понимать прямо сложные мысли как бы в античной греции уже их сформулировали но не дошли мы еще до такого уровня компетенции или тест вот они какой-то условный не сдали или просто не пришли его сдавать пошли нахуй просто не пришли сдавать а ну дипломы выдайте пожалуйста чувак как бы не пришел на зачет а ну ладно зачем все равно будут поставлен какая разница когда тема не пришел на работу да ладно выплатим мы тебе зарплату чё ты заебал иди на избирательный участок проголосать тебе надо еще куда-то идти что вообще блять чё идти куда-то сдавать вот самые умные но можно на избирательном участке прям тест как бы быстренькое тестирование провести анонимные все заходишь как бы в кабинку а там какой-нибудь этот автомат стоит на автомат как компьютер через дисплеем стоит большим и ты проходишь там быстренько тест и тогда он тебе разрешает проголосовать иначе динам все это сделал до самые выебистые скорее это не будет говорить об их уме ты чё самый умный чё книжек начитался слышал она не умничать вот что-то из такого рода аргументы пошли самые выебистые блять охуевший пучок у ели считать что кто-то может быть тупее вас совсем если они прочитают что есть верхняя и нижняя палата парламента ох блять конечно с этой инфой то теперь ты поймешь как работает американская или российская или какая бы то ни было другая политика а как иначе мы проверяем знания как мы иначе мы получаем образование вот таким вот образом до человеку дается какая-то информация он ее усваивает потом мы тестированием проверяет усвоил ли он эту информацию и тогда уже на основе результатов этого теста мы можем сказать получил он знания или нет это 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 реально как такие простые вещи можно не понимать причем же милевский то ну как бы закончил бакалавриат прошел курсы это повышение квалификации тесты не сдавал зачеты не писал или что экзаменов у него не было ты за него голосуешь он дебил но у тебя нету способа снять его с то есть зеленский била в россии тоже нет способа снять если что в итоге два дебила только один кинутый а другой разбогатевший самая лучшая страна на мой взгляд с точки зрения политического климата это швейцария и я выступаю за образовывать эти в швейцарии четыре раза в год можно проводить референдумы согласно которым вы можете там и политиков и снимать с их должностей и законы которые они приняли этот ставить под вопрос тоже то есть принял какой-то приняли какой-то закон две палаты а вы такие хуйня закон собираете 50 тысяч подписей и в один из четырех референдумов за год вы будете решать всем населением страны нужен этот закон или нет если не нужен то закон откатывается обратно им нужно будет заново принимать новый этот закон двум палат так вот это работает в швейцарии причем там прямая демократия там из цензов только возрастной и ценз оседлости вот цен заседлости и это по моему касательно муниципальных выборов там типа там на голосуют области у них это кантоны называется вот и там зависимости от кантона от кантона зависит зависимости от численности населения в этом кантоне зависит то количество голосов которые будут отданы при формировании по верхней палаты на вы но там на самом деле верхняя и нижняя палата не сам бель нихера не верхней нижней они плюс-минус равноценны типа нужно согласия убег по обоих палат чтобы принять какой-то закон никакого голоса идиотом какой да только вот кто будет проверять идиот это или нет у меня нет уверенности что кто-то проверяющий не сказал бы что идиот алексей шевцов и что как то как то вообще должно поменять его аргументацию ну то есть какой урон этот тейк может нанести его аргументации аргумент шевцова в том что должен быть имущество должен быть образовательный ценз на выборах чтобы отсечь идиотов но алексей ты же тоже можешь быть таким же идиотом которого отсекут от выборов окей и отлично а минусы какие а в чем а в чем контур тейки не поняла в чем контур аргументации просто какой-то идиотизм реально это причем не раз уже сколько раз я замечал эту херню уже милевского что он постоянно апеллирует к личности которые приводят какой-то аргумент построили постоянно пытается сказать а вот в своих интересах вот твой интерес они расходятся с теми вещами которые будут реализованы в результате твоих предложений и что аргументация от этого хуже не стоять не становится ему нельзя голосовать но если алексей шевцов с этим согласится все равно остается вопрос такая кому мы делегировали эти полномочия решать кто идиот а кто нет ну же милевский а кому-то делегировал полномочия принимать решение за целую страну реформы принимать конституцию менять кому-то же делегировали почему здесь нельзя делегировали не знаю видимо очень серьезный вопрос жизненно необходимые как бы меня остальное можно как бы психушку печи как бы можно да по решению каких-то третьих лиц человека но вот как бы имущественно но образовательный ценз при выборах нет ничего человека можно свободы лишить но вот избирательного права нет это святое скорее избирательный ценз в существующем государстве существующей властью и если это перерастает вертикаль этой власти превращается в еще один не столько карательный сколько ограничительный орган который будет принимать решение исходя из собственной выгоды кто же бы какой выгоды осечь идиотов кому это выгодно не знаю российской федерации правительство российской федерации выгодно осечь идиотов которые не способны к обучению не знаю может быть ну это тогда будет хорошо это не по что плохого есть вещи которые выгодны и рационально мыслящим людям и людям которые как бы которых они не например типа ненавидят это все равно что типа не знаю там гитлер дышал воздухом кислородом дышал гитлер блять значит не будем дышать кислородом потому что очень странная аргументация и речь идет опять таки о тесте который будет ну плюс-минус на объективные данные рассчитан они на какие-то интерпретации шевцов же говорил про устройство этот государственное внутри государственного политического устройства страны они про интерпретацию каких-то событий исторических и в чем тут как бы выгода и я не совсем понимаю как он может быть ар ангажирован в этом в этом аспекте тест страны короче в школе как бы этому обучая за это оценки ставят в школе это нормально когда то же самое те же самые знания просят продемонстрировать спустя на лет на количество лет после обучения в школе но при каждых выборах по сути важных например вот там президента то это уже это пиздец это фашизм наверное я не знаю какая тут риторика еще будет осуждаю но это какая-то реальная то есть позиция соевых либералов тут скорее со стороны дока и жмелевского только еще и не совсем понял у него в этом просто какая-то ирония на иронии или чё там за позициях и за но жмелевский тут открыто защищает прямую демократию выступает против образовательных цензов кто тут своего либерах стоит стоит как бы вопрос задать шевцов то вроде видимо нет хороший что в гениальной системе шевцова одним из первых выперли бы из списка избирателей хех а вообще га уже блога императора а там разберемся да вот там как раз без популизма без выборов ну так не император тоже с популизмом лол опять-таки ты же сам жмелевский переводил пример про то что может быть революция если у людей будет критически не устраивать власть императора произойдет революции и ну типа на территории россии такие такая революция уже была я тоже удивлён он уже высказывал буквально в этом хайлайте бы это уже было этот аргумент тогда можно и похуй тогда что диктатура тогда и похуй так что здесь случае с комментариями шевцова и равно вопросы остаются кто же судьи это такие из ну как бы в землеевский выступает против иерархии если у него реально с главная его проблема в том что будет какой-то орган выше который будет регламентировать вопросы в этом тесте какой кошмар да ну всегда будет кто-то выше всегда кто-то будет управлять твоей как бы твоими правами как сейчас в россии происходит во многих странах тоже не понимаю ну как бы государство но подразумевает наличие иерархии но как бы демократические государства на эту иерархию можно как-то повлиять не на саму иерархию на тех на люди можно повлиять на то какие люди будут расставлены в этой иерархии на разных уровнях в этом смысл демократии в государстве а не в том чтобы сделать так чтобы иерархия перестала существовать если это государство подчинено так государство может исходя из своих интересов решать кому можно голосовать а кому нет но если что государство буквально как бы ограничивает количество людей которые могут участвовать в выборах зачастую по ненадуманным причинам странному сечению обстоятельств скажем то как избиратель и выгоден а кто не очень нет ну как бы звучит конечно интересно просто не совсем понятно где мы проводим ту границу где идиотизм заканчивается а ну тогда не будем бороться с идиотизм сложно провести границу опять-таки парадокс куча пиздец такая проблема что вообще аху образованный человек от необразованного чем отличается какое количество баллов нужно набрать на эгэ чтобы за его хотя бы на тройку сдать не слишком сложно границу нужно провести у не у меня лапки не будем ничего проводить пусть все сдают и г просто автоматом пришел на экзамен сдал да ладно это еще идти куда-то надо можно даже из дома не уходить просто сдал а чё нет ответить на три вопроса может много кто да но есть люди которые не могут ответить на эти три вопроса и хотя бы их мы отсеем это уже хорошо это уже картина лучше где эти люди которые не смогут ответить на эти три вопроса имеют избирательное право и могут им воспользоваться более того кандидаты в президенты или кандидаты куда-то там будут заинтересованы в том чтобы дать правильные ответы всем своим сторонникам да тогда отменяем игре опять-таки вы что учителя же заинтересованы в том что в том чтобы слить как бы ответы у нас надо сделать так чтобы эти ответы было бы тяжело все запомнить сразу а если ты запомнил все ответы на все вопросы то чем это отличается от знания чем это отличается от наличия у тебя знания по этому вопросу пиздец это не спасет избирательный ценз не спасет чего не спасет от чего но он усугубит проблему он какую проблему усугубит объясните меня что за проблемы такие делает участие в выборах не просто элитарным о нет элитарный хочу чтобы все было заточено под элитаризм хочу все общее все чтобы у всех все было чтобы не было имущество это же что такое кто-то кого-то больше денег чем у меня о нет это же элитарий как так можно отнять и поделить малодоступным и монет это не будет доступно каждому да что ж такое не кому будет это интересно у меня больше вопросов как это реализовать тип потенциальных избирателей сильно больше чем выпускников но опять-таки в кабинках в кабинках приходит что-то на избирательный пункт тебя там пеликуют вот и ты этот сдаешь а как по-твоему сдают например тесты на знание пдд вот как раз приходишь за компьютер садишься там правда нету этого возможности сделать это анонимно тогда сделаем наоборот ну льда можно сначала проголосовать а потом прийти пройти тест либо пройти тест а потом пойти голосовать если ты его прошел вот так то есть можно эти две процедуры разделить чтобы как бы анонимность соблюдалась или вес выбора зависит от количества правильных ответов не но это не знаю слишком но может быть уже в дальнейшем такой это все равно как бы просто идеи это характеризует и такие идеи просто характеризует политическую политические взгляды человека который их высказывает эти идеи вот и землевский себя здесь показывает как левак как левака она коммунисты что такое ты не понимаешь образование имущество могут иметь только богачи и буржуи а нас кровавая габня грабит налогами до свежим леску так что в такой стране все будет плохо и несправедливо конечно конечно как бы продолжит это жить говне она хочет менять меньше гораздо людей будет которым мало на выборы еще и тест надо будет сдавать на твой интеллект на айсик ю блять на знание палат парламента и на проезде сахуели совсем ничего абсолютно не решает да да позволим долбай вам голосовать дальше ничего скорее еще сильнее ограничивает то кого долбоебов да слава богу что это какая-то будет элита те кто вот но нет наличие лит это плохо зафиксировали левочка поленились сдать тест подготовиться к нему а насколько это понимающие люди политики будут но они будут больше понимать чем люди которые не способны сдать даже такой примитивный тест например такие же как и работяги нихуя но это их и различает они этот тест даже не могут сдать с уже примерно такие же но извините на границе между двумя между водоразделом всегда как бы примерно одинаковые какие-то эти ахуеть но мы все равно как-то вещи делим друг 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 от друга как оранжевый отличить от красного это же блять спектр цветов оранжевый плавно переходит в красный цвет но мы же разделяем оранжевый красный о слишком сложно которые один раз придут на выборы за кого надо там отдадут свои голоса и будут довольны тема видимо глубже лежит чем ты думаешь это слишком сложный вопрос давайте ничего не делать давайте оставим глупым людям возможность как бы влиять на наше будущее в рамках целой страны ахуя вот это провачки вышли в чат зашли в чат красавцы ух как идея maybe норм но мы же не знаем мы же знаем какие республики лучше всего сдают егэ так проблема не в не в том что не в егэ а в контроле над сдачей егэ в этих блять республиках ты думаешь что люди в россии ну-ка люди в какой-то москве тупые и не могут как бы ответы передать своим ученикам нет могут просто им это не позволят сделать потому что таком к там контроль жестче проблема не егэ проблема контролем за этого и за этим егэ и в этих конкретных республиках так что проблема в республиках они в егэ так что в реальности она и правда может работать как политический инструмент но опять таки от егэ мы не отказываемся но по крайней мере нормальные люди на мой взгляд не отказываюсь за есть республика это что нацист так это со наш не этнически она сниму на этнично и так вроде бы вроде бы все да вроде бы все так спасибо за шубцова мы сейчас посмотрим от базы шортс шортс от базы там все посмотрели короче говоря жмелевский левак и все и . никакой не центристный левак анархо коммунист скриньте